Всем привет, дорогие друзья! Тони Фергюсон четко выразил свою позицию по поводу боя с бывшим двукратным чемпионом Беллатером Майклом Чендлером. Изначально Фергюсон вызвал Чендлера, чтобы возглавить турнир UFC 256 в декабре. Однако Чендлер ответил, сказав, что ему потребуется больше времени, чтобы подготовиться к поединку. Впоследствии он выдвинул встречное предложение и выразил желание сразиться с бывшим временным чемпионом со главным событием UFC 257 Дастин Паре против Конора Макгрегора. Фергюсон заявил, что Чендлер уже подписал другой бой. Подробности соглашения пока еще не опубликованы, но это дело времени. По словам Фергюсона, он не собирается менять свои планы и хочет вернуться до конца 2020-го. Мне сказали в UFC, что ты уже принял другой бой, так что хватит плакаться о поединке со мной на ESPN. Хочешь драться со мной? Я буду в Вегасе 12 декабря. Принимай или мы двигаемся дальше. У Фергюсона не так много вариантов впереди. Если то, что он заявил в своем твиттере правда, теперь, когда Конор Макгрегор собирается сразиться с Паре, а Чендлер против Геджи, похоже, что Фергюсону придется подождать, пока ему не найдут соперника. Напомню, друзья, что UFC 256 состоится 12 декабря в Лас-Вегасе. Главным событием турнира станет титульный бой в легчайшем весе между Петром Яном и Алджмейном Стерлингом. Есть вероятность, что Фергюсон сможет встретиться с Дэном Хукером, но дело в том, что победа над ним ничего ему не принесет. Кстати, возвращение Рафаэля Досанеса также выглядит довольно перспективным, но дело в том, что у Фергюсону уже есть победа над бывшим чемпионом в легком весе. Похоже, что Фергюсон может залечь на дно и просто ждать. Ждать исхода боя Дастина Паре против Конора Макгрегора. Президент UFC Дана Уайт по-прежнему уверен в возвращении Хабиба. Следовательно, потенциальный бой с Орлом также имеет какие-никакие шансы на то, чтобы стать реальностью. Как вы думаете, когда Тони Фергюсон вернется в октагон и кто будет его соперником? Напишите ваше мнение. А мы идем дальше. Хабиб Нурмагомедов врывается в сферу телекоммуникации с новым оператором мобильной связи Eagle Mobile. Хабиб Нурмагомедов огромное имя в мире спорта. Имея более 40 миллионов подписчиков на всех платформах социальных сетей, Нурмагомедов является ключевой фигурой в бизнесе спортивных развлечений. Излишне говорит, что Орел очень популярен. Это открывает ему выходы на различные рынки. Нурмагомедов делает то, чего раньше не делал ни один другой боец ММА. Объявив о своем участии в промоушене смешанных единоборств в формате MMA Global, Хабиб теперь собирается вступить в телекоммуникационную индустрию со своим собственным оператором Eagle Mobile. Нурмагомедов отправился в Инстаграм, чтобы поделиться новостью со своими болельщиками. Он заявил, что сим-карты будут доступны в Москве и Московской области. Честность и ответственность – это принципы, на которых я строил свою спортивную карьеру. Сегодня я готов пойти дальше и уже могу сообщить вам важную новость, которую так долго готовил. Уже скоро я и моя команда запустим новый мобильный оператор Eagle Mobile, за основу работы которого взяты мои собственные ценности и убеждения. Популярность Хабиба может привлечь огромное количество подписчиков к его мобильной сети, названной в честь его прозвища Eagle, Eagle Mobile. Что ждет Хабиба дальше? Игл, Орел все еще находятся в пуле тестирования Юсада, что очевидно указывает на то, что мы можем снова увидеть его в октагоне. Дядя Хабиба тоже уверен в возобновлении карьеры. Говорит, Хабиб – самостоятельный человек, он принимает решения сам, но я хочу, чтобы он продолжил проводить бои. Все, что мы можем сделать сейчас, это ждать. Посмотрим, что решит сам Хабиб. Во всяком случае, Дана Уайт уверен, что Орел вернется, чтобы добиться рекорда 30-0. Стивен Томпсон почесал затылок и попробовал разобраться, как парень с тремя боями в UFC, который не встречался ни с кем из ТОП-15, может внезапно получить бой с третьим номером Леоном Эдвардсом. Своё место в рейтинге Чимаев назвал чушью. Это чушь, я номер один, я чемпион, написал он в Твиттере. Комментируя новость о своём попадании в рейтинг. И Хамзат говорит, что до титульника остаётся всего две победы. И всё-таки, что же думает Стивен Томпсон на Хамзате, давайте послушаем. Рейтинги потеряли свою значимость, теперь всё дело в зрелищных боях. Так я об этом считаю. Я такой, почему они так яростно продвигают этого парня Хамзата? А потом я вспомнил, что Хабиб завершил карьеру. И если подумать, они ведь делали то же самое с Тилом, когда Биспинг повесил перчатки на гвоздь, им был нужен кто-то с того же рынка, чтобы не растерять английских фанатов. И им под руку подвернулся Тил. Я считаю, что такая же причина и с Хамзатом. Они знали, что Хабиб собирается уходить, а потому им был нужен парень с того же рынка. И вот вам, пожалуйста, у вас есть Хамзат, парень, который делает своё дело. Томпсон также примет участие в предстоящем турнире UFC. Вегас 17, 19 декабря в городе Грехов. Его соперником будет Джефф Нил. Если Чимаев сокрушит Эдвардса, то его 100% ждёт ещё большая популярность. И очень большие шансы того, что Дана всё-таки даст Борзу титульный бой. Спасибо за просмотр этого выпуска. Я старался, чтобы вам было интересно. Если всё так, то поддержите видео лайком и комментарием. Всем удачи и до скорого.